Приветики мои котята, с вами Прико и добро пожаловать в Wild Craft. Да, вот так странно выглядит мой крокодил, сидя на этой скамеечке. Наверное, давайте отсюда уйдем, потому что вообще это логово, конечно, не для крокодила. Ну, не предусмотрено для него, мне так кажется. И сегодня мы попробуем вывести детеныша по счету пятого. Так, раз, два, три, четыре у нас уже есть. Пятый детеныш сегодня у нас появится, так как крок, ну, крок, а вот, которая 127 уровня у меня. И получается, что мы можем, в принципе, снести яйцо. Давайте ляжем спать, потом в конце видео обязательно потратим монетки, откроем сундуки, как это все обычно делается, так что не переключайтесь, все будет очень интересно. И выращивать мы будем так, а где яйцо-то у нас? Ждите-ка, а, вот оно, яйцо на выходе, вот такое прикольное. Ой, как давно я этим не занималась. Вот такое яйцо, оно немножечко провалилось в текстурке, но выглядит очень мило. Да, теперь нам нужно набирать опыта. Опыт мы сейчас очень быстро наберем, выходим, значит, за пределы логова. Охотиться мы будем в Египте и посмотрим, каких животных мы можем взять в зубы, для того, чтобы принести в логово и накормить нашего крокодильчика, который вылупится из этого яйца. Так, нападаем, значит, на обезьянок. Сейчас посмотрим, сможем ли мы взять с собой обезьянку. Я использую оглушение для того, чтобы не убегать от них. Да? Тебя тоже. Цапнем, там еще одна обезьянка есть. Отлично. Так, попробуем взять в зубы. Нет, обезьянка у нас в зубы не берется. Не хочет, не хочет она взяться в зубы. Нет, в зубы взять обезьянку нельзя, к сожалению. Вот. Но мы попробуем тогда, я не знаю, змею, что ли. Давайте попробуем змею. Кобру. Если никто не будет браться в зубы, то придется бежать в степи, наверное, и выполнять квест. Так, уже 10 тысяч заработали. Змея тоже не берется в зубы. Обалдеть, а кого я буду в логово носить? Так, последний вариант, это финик. Только не верблюд. Верблюд я уж точно не смогу принести. Может быть, финика сможем. Давайте попробуем его найти. Вот они, двое. Так, хорошо, нападаем. Немножечко убегаем. Немножечко убегаем, потому что у меня хп-шек мало. Текс. Ну, давайте, давайте, давайте. Ага. И попробую я его взять. Нет, не берется он, к сожалению. Ну-ка, того. Нет, не могу я в зубы взять никого. Я не знаю, это баг игры или так задумано, что в древнем Египте, к сожалению, выращивать детенышей невозможно. Вот. Ну, у нас уже получается яйцо готово. Оно у нас созрело. Поэтому мы переходим сейчас в Дикие Степи. Будем выполнять квесты и заодно прокачиваться. Прокачиваться. Может быть, там получится кого-нибудь. Ну, скорее всего, зайчиков будем носить, там скунсов, енотов, кого там еще носят, да? Все, переходим в Дикие Степи. Так, онлайн игра, один игрок. То есть, не онлайн игра, а оффлайн игра. Один игрок. Отличненько. И сейчас нужно будет лечь спать, для того, чтобы посмотреть, кто у нас вылупится из этого яйца. Вот такое милое яйцо. Оно уже готово. Класс. Все, ложимся спать. Сейчас у нас получится... А, где? Да, все. Я уж переживать стала. Назовем Крок, потому что у меня уже больше вариантов нету. Крок, и это будет мальчик, скорее всего. А, нет, Крок уже есть. Кро. Тогда это будет Кро, девочка. Крок же, это у меня самый первый был. Это будет девочка Кро. Вот такая симпатяшка, похожа на ящерицу. Да? Но мы ей сейчас скин подберем, какой-нибудь красивый. Так. Можно от Вайлд Клаба вот такой скин. А, это не, нет, это не от Вайлд Клаба, это мистический скин, просто маленький я не заметила. От Вайлд Клаба вот такие скины есть. Но у меня их нет, я их не выбила. Вот такие. Ну все, от Вайлд Клаба у меня всего лишь два скина. Ну давайте сделаем девочку, похожую на папу. Угу. Да, и наденем на нее колпак новорожденного, как мы это обычно делаем, зелененький. Вот такая у нас будет девочка симпатяшка. Так, где она? Где она? Вы ее так залюбили, зацеловали, заобнимали, что я ее даже не вижу. Куда-то она убежала. Ну ладно, мы в диких степях, поэтому сейчас выходим. У нас тут по плану нужно будет победить одного зайчика, то есть не зайчика, а кролика, да? По выполнению квеста уровень тоже будет, очки уровней тоже будет распространяться на малышей. Поэтому, вознаграждение 120 монет, ну давайте возьмем зубы. Так, вот этого он взял в зубы, молодец, умничка. Теперь идем в логово, не будем бегать, вот так перейдем сразу. Угу. Теперь моя семья не будет кушать вперед всех, ну по крайней мере не должна, потому что мы будем выкармливать нашу кро, симпатяшку. Докормим ее до второго уровня, потом вместе с ней будем выходить. Ну какая же она малюпусенькая, ну прям очень малюсенькая. А там чуть-чуть, по-моему, осталось уже. Так, сейчас у нас по квесту одна белочка. Ну, в принципе, можно и на зайчиков тоже поохотиться. Такс. По пути всех. Ну лучше скун на скунсов. Нет, давайте на скунса. Все, решено. Нет-нет-нет, на скунса. На скунса, на скунса. Все, берем его в зубы. Отлично. Просто у скунса 4 кусочка, а у зайчика 3. Поэтому лучше на скунса охотиться в таком случае. Так, и 20% получается сейчас у нас наша девочка получит опыта, если съест все 4 кусочка. За каждый кусочек по 5% опыта. Дают по 100 очков. То есть. Так, ну что у нас там получается? Давайте посмотрим. 70% мы уже набрали. И она уже, она потом сможет выходить вместе с нами из логова. И будет намного проще ее выращивать. Так, ну все, побежали искать белочку. Так, у нас по квесту не положен ключик. Давайте посмотрим, не положен ключик, к сожалению, эпический. Хотелось бы сегодня еще вместе с вами заработать какие-нибудь эпические ключики. Они в начале квестов даются. По два ключика, по-моему. Так, теперь два зайчика и одного скунса. Нам нужно будет найти только что, кстати, победителя двух зайчиков и одного скунса. Как будто бы я знала, что будет такой квест. Но, наверное, надо было повременить с этим. Ничего, сейчас найдем, не переживайте. Они здесь очень часто появляются. Так, а, это еноты. Нет, еноты нам не нужны пока. Белочки нам тоже не нужны. Так что разбегайтесь, убегайте. Я вас трогать не буду. Так, вижу зайчика, но пока что одного, а мне нужно двух. Так, раз. И где-то должен быть второй наверняка. Они же по одиночке не бегают. Наверное, впереди, я думаю, что зайчики тоже. Да, а нет, это белочки. Это оказались белочки. Ну что ж такое, где у нас зайчики-то все попрятались? Наверное, там. Давайте посмотрим туда, побежим. Нет, снова белочки. И у нас теперь вокруг одни белочки. Это что такое? Что за безобразие? Не нужны нам белочки, нам нужны зайчики. Так, вот еще один. Отлично. И нам нужно будет найти скунса. Нет, в зубы не нужно брать. Нет, 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 отпускай. Мы лучше принесем скунса. Так будет более эффективно. Жаль, что нельзя еще взять кабанчика. У кабанчика, по-моему, вообще шесть кусочков. Это было бы 30% сразу. Так, ну ладно, давайте побегаем, поищем. Божечки, горшечки, с горем пополам. Нашла этого скунса, он так аккуратненько стоит, и его незаметно. Он незаметен, то есть. Возьми, в зубы. Возьми, отлично. Идем домой. И у нас еще следующий квест появился. Нужно посмотреть, дают ли за него ключики. Давай, ты пока кушай, а я посмотрю. Нет, к сожалению, здесь тоже ключики не дают на пятом квесте. Но мы его все равно выполним. Так, ну все вроде бы как, да, отлично. Теперь наш крокодильчик, наша кро, может выходить вместе с нами. Поэтому мы давайте вместе будем охотиться, выполнять квест. Там дают дополнительный опыт, да, как раз. И заодно учить охоте. Так, у нас один скунс есть по квесту, поэтому мы его побеждаем. Так, нужно будет подождать, когда она подбежит и поест. Давай, 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 беги, беги, беги. Смотрите, со всех лап бежит, старается. Она не бежит, она плывет по траве. Подождем, когда покушает, не будем торопиться. Ведь цель сегодняшнего видео вырастить еще одного члена нашей большой семьи. Крокодилий семье. Так, там лисички стали появляться, ничего себе. Нет, лисички нам пока что не нужны. Нет, 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 нет. Пока мы охотимся на таких обычных животных, не надо нам лисичек. Играй, не давай нам лисичек, не отвлекай нас. Хотя можно было бы поохотиться для того, чтобы набрать опыта, да, в принципе, по идее-то. Ну, там скунс, ладно. Раз нет ничего лучше, давайте поохотимся на лисичек. За них, в принципе, дают достаточно много опыта. Так, вторая. А, там же две было вроде. А, мы двоих уже победили, ну да. У меня же вроде бы как... Ну, для этой локации, конечно, мы очень хорошо прокачаны. Это самая-самая первая локация, которая появляется, которая доступна для вас, когда вы начинаете играть в игру. Это самая-самая первая локация для самых-самых слабеньких. Так, белочки у нас тоже есть в квесте. Угу. Так, белочки есть в квесте. Но почему-то одна белочка. Ну, что такое? Давайте на вторую. Там еще сбоку кто-то, я очень надеюсь, что это еноты. Очень надеюсь. Так, задела. Угу. Давайте глянем. Где-то здесь, с этой стороны, уже темнее, я не вижу. Вон там. Нет, там, скорее всего, мелочка затая какая-то. Ну, конечно, мелочевка. Будем сейчас активно искать енотов. Так, кабанчик. Нам не нужен. Кабанчика обходим стороной. А, в принципе, почему не нужен нам кабанчик? Нужен, конечно же. Мы сейчас его съедим. Ну-ка, ну-ка, давайте-ка. Нужно брать с собой детеныша для того, чтобы он... Мы быстро бегаем, а он очень медленно. Мы сейчас пока его дождемся, вот. Нужно брать его с собой в зубы. И так будет гораздо удобнее. Ну, давай, кушай, а мы посмотрим твой прогресс. Так, семья. Ну, 35%. В принципе, неплохо. Давай, еще три кусочка съедай. Еще два. Давай, давай. Ты съела одна целая кабанчика. Так, я не могу ее взять в зубы, потому что мне все мешают. Так, что вы опять ее загородили? Пообнимать хотите? Не могу ее взять в зубы. Они мне не дают просто. Так, я слишком близко к ней подхожу, видимо. Ну-ка, давайте-ка еще раз попробуем. Нет, не могу я взять ее в зубы. Не дается. Ладно, хорошо. Будем так, значит, бегать. Вот еще скунсик есть. Так, ну я бы хотела выполнить квест. Мне нужен один енотик. И вот как по заказу у нас целых два енотика, поэтому мы сейчас победим одного, а второй так будет, на запас. Следующий квест появится через одну минуту, но я очень надеюсь, что он уже принесет нам ключики. Нет, к сожалению, этот квест мне не принесет ключики, но выполнить его нужно. Всего лишь одна лисичка и всего лишь три енота. Надеюсь, что поиски будут у нас недолгими. Так, пока что не вижу нигде поблизости нужных нам зверей. Так, одну лисичку я нашла. Здорово. Еее, так, но у нас еще кровь не выросла, поэтому нужно будет тогда искать енотов. Так, давайте посмотрим, кто там. Там, по-моему, скунс, да? Нет еноты. Еее, но тут их два, а нам нужно три. Но все равно классно. Так, енотики, енотики. Пускай она покушает пока, а я поищу еще здесь в окрестностях. Еще два енотика, но придется двоих побеждать. Как всегда, второй же тоже активируется, агрится на меня. Так, и через минуту будет доступен следующий квест. А что у нас? Куро, почему она у нас не вырастает? А, 63% только набрали, поэтому следующий квест нужно будет выполнить обязательно. Итак, у нас 4 белочки, 3 енота и 1 олень. А мы за все время, кстати, не встретили еще ни одного оленя. Я думаю, что с этим будет проблема. И этот квест снова не приносит нам ключики. Я не знаю, какой квест принесет нам ключики. Может быть, 10-й. Вот, но надеюсь, что сегодня мы до него дойдем. Успеем, то есть, дойти, да? Так, нам нужно 3, а, 4 белочки. Там белочки, надеюсь? А, нет, зайчики, к сожалению, это не белочки. Поэтому, ладно, пробегаем мимо. Нам нужны белочки. А, вот, кажется, белочки, там хвостики торчком были. Да, вон они разбежались, побежали. Так, раз, тебя цап. Так, тебя тоже цап. Две, что ли, всего лишь было? Они такие мелкие, их не заметно. Их не видно вообще. Так, давайте с той стороны посмотрим. А, где-то рядышком еще же бегают. У меня же метка есть. Неужели я мимо пробежала? Неужели это ты? Да, скромненько так сидела, тихо. Незаметно. Бедная кровь бегает, смотрите, туда, сюда, туда, сюда. И там покушать хочет, и здесь покушать. А я ведь, видите, бегаю, и ей не даю покушать. Но она уж им, по-моему, обожралась. Хватит ей кушать, нужно набирать просто опыта. Так, давайте там сразу заодно посмотрим. Там, по-моему, это у нас зайцы. Так, а здесь у нас кто? О, а здесь у нас енот. Как раз то, что нужно. Где-нибудь еще есть енот поблизости? Вряд ли ты был один, единственный. Наверное, вон там, по-моему. Там, да, мне кажется, тот тоже енот. Хотя, да, да, они так далеко друг от друга отошли. Ничего себе. Ничего себе, наверное, поссорились. Так, еще очень много белок нашла, но мне только одна нужна. Так, все, отлично. А теперь ищем одного енутика, получается. И кого еще? Оленя нам нужно будет найти. И вот как по заказу. Та-да-да-дам! Та-дам! Ой! Ой! Олень! Так, енот только остался, получается. Ну да. Ну давайте кровь дождемся. Она бедная, смотрите, как спешит, бежит, бежит, бежит. Язык, наверное, на бок уже. Пока ты добежишь, олень пропадет. И, ну давай быстрее. Не успеет она добежать, потому что олень пропадет. Не преграждайте ей путь. А нет, она не добежала, все. Нет оленя. Был олень и нет оленя. Почему я не могу взять в зубы? Не могу я ее взять в зубы, это очень странно. Если бы я ее взяла в зубы и тащила. Может быть потому, что у меня зубы слишком острые. И нельзя детей вот так носить. Мне кажется, крокодилы так не носят своих детенышей. Поэтому разработчики игры как бы убрали эту функцию, мне так кажется. То есть с собой ее носить девочку нашу нельзя. Ну, теперь смотрите. И здесь олени. И здесь олени. И ни одного енота. Ура, 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 ура. Ну, как наконец-то я его нашла. Мне даже не верится, я очень долго его искала. И тогда следующий квест будет доступен. Через 5 минут, но я уже мельком посмотрела, кто это будет. Сейчас на паузе выждем время и посмотрим, дадут ли нам на девятом хотя бы задание ключики. А, нет, я ошиблась. Это восьмое задание. Это не девятое задание. И здесь нет пока ключей, к сожалению. Но, слава богу, что есть у нас такая функция, как пауза. Поэтому для вас, я думаю, что пройдет очень мало времени. И мы очень быстро сейчас выполним этот квест и подождем уже следующее. Итак, здесь у нас, что у нас здесь? Здесь у нас 3 лисички, 4 скунса всего лишь и 2 кабанчика. Ну, это очень легко. Проблема только их найти, да? Вот как раз здесь 2 скунсика прогулку решили совершить. Мы им тут все испортим. Такс. Так, 2 уже есть, отлично. Давайте включим глаз. Включим рык или вой. Здесь посмотрим. Так, ну там, по-моему, мелочевка какая-то. Я зря туда иду. Мне так кажется. Ну, конечно, белочка там заблудилась одна. Ходит, бедненькая. Давайте туда-туда вперед пройдем. Надеюсь, там нет мелочевки. Что-то покрупнее и поинтереснее, да? 2 скунса. Все, по скунсам мы, можно сказать, квест выполнили. Нам нужно будет теперь найти 3 лисички и 2 кабанчика. Глянула я тут свой прогресс. То есть, не свой прогресс, а прогресс. Крок, к сожалению, только 83%. Поэтому продолжаем, продолжаем выполнять квесты. Так, кабанчика нашла. Я переживала, что с ними будут проблемы. Так как я их сегодня еще ни разу не побеждала. И я боялась, что они не будут респавниться. Нет, появился еще один кабанчик. Ну, как еще один? Первый, да, получается кабанчик. Сейчас я очень надеюсь, что мы быстро найдем второго. И тададам! Второй кабанчик. Очень долгий квест. Но здесь у нас сложное задание. Вырастить детеныша, выполнить кучу квестов. Поэтому терпим. И лисичка. Ну, почему-то одна. Веди еще одна лисичка. Мне надо еще одну лисичку. Дайте мне еще одну лисичку. Вон там он где-то ходит. Но мне надо три лисички, по идее. А, нет, это не лисичка. А, все, больше лисичек нет. Есть еще одна лисичка. Отличненько. Супер просто. Так, еще одна. Ой, я очень надеюсь, что я сейчас вернусь на второе место. И там будет лисичка появиться новенькая. Да, реинкарнация в этой игре срабатывает просто на ура. Просто на отлично. Ее. Так, через 14 минут будет доступен следующий квест. Это уже будет девятый по счету. Ой, вааа. И как долго придется ждать. Ну, ради, ради, конечно, ключиков. Подождем, посмотрим. И ура, Крау уже на третьем этапе. Теперь он может драться. То есть она, да. А я могу играть от ее лица. Класс. Да, ну, чтобы ей вырасти, нужно будет набрать еще очень много опыта. Ох, пока что 1%. Ну, я думаю, к концу видео мы все-таки добьем, добьем кровь. И она, ну, как добьем. Добьем ее опыт, и она, наконец-таки, вырастет. И ура, на девятом задании нам дают один эпический ключик всего лишь. Ну, 20 тысяч опыта, это тоже хорошо. Так, ну, окей, что нам тут нужно? Четыре лисички, четыре, так, четыре оленя, и получается пять кабанчиков. Вааай. Так, один кабанчик уже есть. Значит, четыре кабанчика. Всего по четыре осталось у нас. Угу, отлично. Ох ты, две лисички тут сразу. Как по заказу. Класс. Так, вторая. Супер. Ну, все. Где-то олени у меня здесь были, помните, я вам показывала. С одной стороны, с другой стороны. Можно на то же местечко вернуться. Может быть, они там еще до сих пор нас ждут, стоят. А, нет, меня отвлекла лисичка. Такс. Третья. А, где-то, где-то должна быть четвертая однозначно лисичка. Ага, там, по-моему, олени я вижу. А вон там впереди, надеюсь, что лисичка. А, впереди, к сожалению, никого нет. Ладно, ладно. Вон там, наверное, кто-то подальше, видимо. Давайте на оленя сейчас поохотимся. Эй, не могу никак дотянуться. Так, сейчас второй еще подключится. Так, тебя тоже цап. Так, два оленя, отлично. Мне кажется, проблема будет с кабанчиками. Вот еще одна лисичка. Или все то же самое. Так, с лисичками уже выполнен квест. Класс, слушайте. Я даже без паузы все это сделала очень быстро. Так, еще два оленя. А вообще вам не обязательно так мучиться, как мне, чтобы вырастить детенышей. Достаточно пойти в дикие джунгли или даже в Древний Египет. И вы очень-очень-очень быстро его вырастите. Потому что там уровни животных повыше и опыта вы получаете побольше. Кабанчик. Так, а вообще достаточно просто на босса поохотиться один раз на какого-нибудь и все. И все три этапа сразу закроете у детеныша. Так, на том же самом месте я просто чуть-чуть отбежала и вернулась сюда. Здесь опять же кабанчик меня не ждал. Так, еще два раза. Ну давай, может быть он снова появится, зареспавнится. Давайте тут немножко побегаем вокруг и вернемся. Да, это все еще работает. Получается у нас четвертый из пяти. Ох, еще один раз. Но Кроу, к сожалению, набрала только 30%. Сейчас быстренько выполним квест. Если она не наберет 100%, ну скорее всего не наберет, мы потом пойдем куда-нибудь в другую локацию и быстро-быстро там наберем опыт, необходимый нам. И тададам, последний кабанчик. Е-е-е, класс. Так, все, мы сейчас получим эпический ключик. У нас один уже есть. Теперь переходим на другую локацию. Ну конечно же в Древний Египет. Так, один игрок. Древний Египет. Все, поехали. Сразу же выходим из логова. Следующий квест будет доступен через 29 минут. Но я уже его ждать не буду. Но я знаю, что там за квест. Там будет Древний Лось. Вот, за него не дают ничего, никакой награды, к сожалению, что очень странно. Вау. Сразу с критической атакой. Обалдеть. Так. Е-е-е. Видите, как быстро. Как быстро мы добрали уже эти нам нужные проценты. И Кро готова вырасти. Так, где наша Кро? О, давайте ее откроем. Вырасти, отлично. Все, Кро у нас теперь большая. Где она у нас? Вот. Похожа на папу. Да? Кро будет похожа на папу. А, мы можем ее прокачать. На папу или на маму. Подождите-ка, это мы... Я на ком играю сейчас? Ну да, на папу. И давайте снимем с нее колпак. Потому что она уже не новорожденная. Вот. Вот без колпачка она будет бегать. Хе-хе. Прям вылитая папа. И на этом же месте давайте начнем открывать сундуки. Наконец-то мы этого дождались. 66 сундуков мы откроем обычных. И один эпический. Будем держать кулачки, да, за то, чтобы мне что-нибудь им выпало интересненькое. Уж не знаю, что. Я уже даже не знаю, что я хочу. Но, конечно же, я хочу сейчас... Очень сильно хочу второго мистика на волка. Очень сильно хочу новых мистиков на рысь. Вот. Ну, новых мистиков на рысь, конечно же, тоже... Да, очень сильно хочется. Но больше, наверное, хочется на лошадок. Вот. Поэтому ждем. Следующее видео постараюсь снять 300 сундуков под ваши комментарии. Но посмотрим, как получится. Здесь я наберу. Ой, мистическая одежда. Вау, как печально. Дубликат, вы представляете? Ой, ну это очень печально, конечно же. Хе-хе. Мистическая одежда и дубликат. Платки хочется. Так, легендарная одежда. Я думала, вау, что-то такое интересное. А это, оказывается, просто для меня, для моего гардероба это новенькая одежда. На самом деле она очень-очень старая с нового года. Фу, даже прошлого. Но тигр у нас вышел в этом году, поэтому одежда на него вышла как бы чуть позже. Так, ну вроде бы как все, да? Кто-то мне писал в комментариях, что в эпических сундуках намного чаще выпадает мистик, чем в окончательных. Но если мы будем читать про них описание, то там процентовка будет совершенно другая стоять. В супер сундуках выпадать все-таки намного чаще. Должны, по крайней мере, мистики выпадать. Но мне просто не везет. Просто мне не везет. Просто я вот такая невезучая. Вот, и мне не выпадают эти самые шансы. Так, бесплатно. Ну, конечно, посмотрим. И тогда ничего, к сожалению. Ну, хорошо, идем в магазин. Ой, кстати, кстати, еженедельную награду-то я не забрала. По-моему, за всю неделю я ее не забрала. Подождите-ка, давайте все ее заберем. Что это такое, что за безобразие? И у меня еще есть сундук от Wild Club. Они открыты. Так, одежда новенькая. От Wild Club на гепарда. Это вот в виде скелета такого. С ребрами. Ну, прикольненько. У меня не было такой одежды. Очень приятно покупать что-то новенькое. Так, ну, вроде бы как все. Всю награду забрала. И давайте откроем эпический сундук. О, была не была. Мистическая одежда для лисички новая. У меня такой не было. Отлично. Я очень рада, что наконец-то выпало что-то новенькое. И мы вырастили еще кром. Ну, супер. Скоро у нас будет полная семья. Ну, как скоро нужно будет прокачиваться. Нужно себя и круг прокачивать. Вот. И потом уже сможем снести уже последнее яйцо. Ну, что ж. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Wild Craft. А с вами была Костя Каприка. И увидимся в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok